Я помню, как мы с вами вместе сидели и проводили эту конференцию по груди, и вы прекрасно модели, вы задавали потрясающие вопросы, поразили меня глубиной своих знаний именно по классической и по реконструктивной хирургии. При этом я признаю, что вы прекрасно разбираетесь в ножке, что вы джазируете. Вот расскажите мне просто, как вы все это успеваете? Я не знаю, когда я все успеваю, был такой выдающийся хирург Юдин, который говорил следующие вещи. Кто знает только хирургию, тот и ее не знает в достаточной степени. Поэтому человек, я считаю, должен быть разносторонним, тем более хирург. Пластический хирург должен уметь рисовать. Чем больше творческих профессий он будет осваивать, тем будет лучше для него. Потому что именно широта кругозора, вот это реал того, чем человек может заниматься, он и определяет, в общем-то, и профессиональные кондиции каждого конкретного специалиста. Ну, так получилось, что у меня есть музыкальное образование. И так получилось, что я, в общем-то, его просто не задвинул куда-то на дальнюю полку, а продолжаю иногда играть у себя в студии, играю для себя, не в коммерческих, так сказать, целях. Ну, это мне доставляет удовольствие. И это развивает, в общем-то, и мышление, это развивает и мелкую моторику, которая также нужна хирургу, ну и, соответственно, самоуважение какое-то. Ильич, а вы оберегируете под музыку? Естественно. Под каком? Разную. Люблю сложную музыку сейчас. Не всегда понятную окружающим, может быть, конечно, это джаз, это классическая музыка. И различные ответвления, там, джаз-фанк, фьюжн, джаз-рок и прочие вещи. То есть те вещи, которые, в общем-то, малопонятны, может быть, неподготовленному человеку. Но если вы, как говорят, въехали в эту тему, удовольствие это непередаваемое. Понимать и чувствовать именно вот сложную, красивую музыку дано не каждому, но удовольствие от этого непередаваемое.